Самым ценным игроком завершившегося сезона Национальной баскетбольной ассоциации признан форвард Милоки Бакс и Янис Адетакунба. В среднем за матч он набирал почти 28 очков, а его команда в том числе благодаря этому стала лучшей в регулярном чемпионате НБА и вышла в финал Восточной конференции. Евраниус узнал, как начиналась карьера греческого баскетболиста нигерийского происхождения у его первого тренера в Афинах. Я видел, что дети страдали от недоедания, даже те, кто показывал очень хорошие спортивные результаты. Обычно, когда тренировка заканчивалась, я покупал им сувлаки, но однажды, когда у меня было мало денег, я сказал им, что я на миле, поэтому мы будем есть хлеб. В тот день Янис съел 5-6 буханок, даже не запивая водой. Это произвело на меня впечатление и напомнило мне истории, которые нам рассказывал наш отец о нацистской оккупации. Когда нечего было есть. Но все было хорошо, потому что мальчики обладали очень сильным характером. Янису не нравилось быть ребенком, ему надо было кормить семью. Я никогда не видел его с друзьями, ведь его жизнь была настолько тяжелой, что у него не было свободного времени. Поэтому я считаю, что сейчас он проживает свое детство. И я думаю, что если ему удастся повзрослеть, он войдет в историю. Он уже добился этого, но я верю, что он может сделать гораздо больше. Напротив первой баскетбольной площадки будущего МВП НБА располагается кофейня, в которой теперь многое напоминает Абадатакумба. А владелец заведения еще помнит звезду баскетбола ребенком. Никто не верил, что он может добиться такого успеха. Единственный, кто верил, это был сам Янис. И он сделал нас счастливыми и подарил нам столько улыбок своей наградой МВП. В афинском районе Сиполия теперь говорят, что Абадатакумба стал его символом.